В течение рабочего или учебного дня наш зрительный аппарат испытывает большие нагрузки, особенно если приходится работать за компьютером или, к примеру, целый день писать конспект. Поэтому очень важно устраивать небольшой отдых глазам и делать специальную гимнастику. Это элементарный набор упражнений, круговые движения, восьмерочку глазами рисовать, перевод взгляда с близкого расстояния на дальнее, допустим, какой-то предмет на расстояние 30-40 см. И надо переводить взгляд с этого предмета, плюс посмотреть куда-то за окошко, на дерево далеко расположенное. Гимнастику для глаз следует выполнять систематически в течение рабочего дня. Позвольте себе маленький перерыв и сделайте пару упражнений. К примеру, силой зажмуриваем глаза, затем открываем их и 5-6 секунд держим открытыми. Упражнение номер два. Часто моргаем. Еще одно. Переводим взгляд вверх, вниз, вправо, влево. А затем делаем круговые вращения глаз в обе стороны по очереди. Эффективен еще и массаж глазных яблок. Закрываем глаза и подушечками пальцев слегка нажимаем на них. Открываем глаза и секунд 5-6 держим их открытыми, не моргаем. После всех проделанных упражнений некоторое время посидите с закрытыми глазами. Рабочее место должно быть хорошо освещено. То есть, если мы работаем за компьютером, это не значит, что в помещении свет должен быть выключен. Должно быть хорошее освещение. Стараться по возможности, это должно быть дневное освещение. С левой стороны, чтобы падало, если правша, соответственно, чтобы не попадала тень на рабочую поверхность. Увлажнять помещение, влажную уборку проводить. В принципе, ну и соблюдать вот это самое главное, это вот этот промежутки и времены надо соблюдать. То есть, обязательно 50-60 минут занимаешься, обязательно 10-15 минут надо делать перерыв. Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь, особенно в отопительный период. Воздух становится сухим, от этого тоже могут пострадать наши глаза. Помимо того, что глаза наши испытывают зрительные нагрузки, они еще страдают от пересыхания. Это очень важно. И в последнее время даже появился, мы выставляем, даже диагностируем, синдром сухого глаза, который проявляется покраснением к отцу рабочего дня, ощущением песка, засоренности, затуманиванием. Это говорит о том, что наши глаза страдают от пересыхания. Кроме того, сидеть за компьютером рекомендуется на расстояние вытянутой руки, а перед телевизором расстояние должно быть в 2,5 раза больше длины его диагонали. Если не соблюдать элементарные правила и не следить за здоровьем глаз, впоследствии может развиться близорукость, говорят специалисты. Детям, допустим, до 9 лет вообще рекомендуется за тем же самым компьютером работать до 10 минут в день. Детей постарше, допустим, уже можно по 30-40 минут, с 9 до 12 лет. Подросткового возраста тоже до часу, но обязательно должны быть перерывы. Зрительные нагрузки – это не только работа с компьютером, это чтение той же самой литературы, письмо. С самого раннего возраста дети увлекаются теми же самыми какими-то компьютерными играми, планшетами и так далее. Это приводит к тому, что уже у детей раннего возраста формируется близорукость. Снять напряжение и усталость могут компрессы для глаз. Самый простой и в то же время самый популярный способ – обычная чайная заварка. Достаточно промокнуть косметические ватные диски в крепко заваренный чай, отжать лишнюю жидкость, подождать, пока они немного остынут и затем уложить их на уставшие веки. Поддержите их на глазах в течение 1-2 минут, затем смочите еще раз и верните обратно. А вот огурец не только тонизирует и убирает покраснение, но и отбеливает кожу вокруг глаз. Положите по кружочку свежего огурца на закрытые веки и полежите 10-15 минут в расслабленном состоянии. Уделяйте себе немного больше времени, следите за своим самочувствием и будьте здоровы!